Девушки отдыхают 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 СИКСТИН Как полицейский украл Рождество? Хум-хум-хум, всех с Рождеством. Закрой пасть, дед. С Новым годом. Заткни снеговик. Мне не нравятся твои уши. Это рога! На дело рога и бьёшь баклуши. А ты чем занимаешься? Да так, ничем. Собираю подарки для обездольных детей. Планирую массовые беспорядки. Про сбор подарков это правда. Я слежу за вами паразиты. Один неверный шаг, и вам крышка. В Рождество? Где ваше праздничное настроение? Хум-хум-хум. Ну что, останешься с нами собирать подарки? Я сегодня дежурию за упаковочным столом в магазине. Это же благотворительность. Не он и Вайл! Это мне как уж плохо. Потратить выходной на упаковку подарок в компании клонов хуже быть не может. О, нет. Мама? Сдаюсь. Это хуже. Мам, мам, что ты здесь делаешь? Я решила, как и вы, стать добровольцем. Плюс у нас с тобой будет время пообщаться. Никки, ну надо же! Твоя мама просто мастер по упаковке. Она даже упаковала нашу вывеску. Ты не говорила, что у тебя такие веселые коллеги. Неудивительно, что ты столько времени проводишь на работе. О, миссис Уанк! Мне нужна очень, очень большая чашка кофе. Плохи дела, старик. Никки сказала, что её мама пробудет здесь весь день. Ну и что? Мама Никки тебя любит? Мама Никки любит псевдо-джонси. А он совсем не такой, как настоящий Джонси. Псевдо-джонси вежливый, серьёзный. У него даже есть цели. Его нельзя не любить. Он прекрасен. Он настоящий Джонси? Не такой, сам посуди. Я далёк от идеала. Люблю вечеринки, учусь плохо. Меня увольняют, кстати. А как же цели? У тебя же есть цели? Сейчас моя главная цель – это закатить убойную новогоднюю вечеринку и не проколоться. Я понял. Это серьёзно. Я всегда старался произвести хорошее впечатление на маму Никки. Но это моя вотчина. Моя территория. Не знаю, смогу ли я быть псевдо-джонси в шкуре Джонси настоящего. Может быть, так мама Никки меня не узнает? Видно, что это я. Нет. Всё круто. Я смешу его назад. Никки? Что ты здесь делаешь? Прячусь от мамы. Брось. Всё не так плохо. Она явилась в джинсовом костюме. Ты хоть видишь, какие подарки заворачиваешь. Мне же приходится гадать. Написано «Мальчику 80 лет». Это может быть всё, что угодно. Иногда лучше не знать. Сам какой-то парень только что купил своей девушке сладкое нежное бельё. Фу, липкое. Никки, срочно подойди к упаковочному столу. Я всё правильно сделала. О, нет. Они научили её пользоваться рацией. Никки, ты меня слышишь? Приём, ответь. Она будто у меня в голове. Никки! Иду, мама! Один ещё день. Я не всегда буду снеговиком, миссис Вонг. У меня есть планы. Эд, Джонси, оторвёмся в субботу! Это будет полный улёт! Я имел в виду... В общем, я пока выбираю между медицинским и юридическим факультетом. Образование для меня очень важно. Ты прогулял рисование, чувак. Это не помощь, Джуд. Извини. Смирно! Покажи свою работу. Углы упакованы неплотно. Переделать! Я конфискую всю оберточную бумагу с ёлочками. Живо! Я сгадал, живо! Продолжайте. Вау, такой он недружелюбный. Вы не видели, что было, когда мы украли его тележку. То есть... Привет, Никки. Привет. Привет, Йода. Что это? Костюм королевами Дала до Джоли. Мы любим ролевые игры. Здорово, что у вас есть общие интересы. Красный, кажется, мы попали в параллельный мир. Прием. Прием. Золотой, вас понял. Прием. Ну ладно, я пойду, миссис Вонг. Рад был с вами повидаться. Как ты думаешь, что это? Битц, не знаю. Для девочки 12 и 14 лет. Тяжелый. Наверное, магнитофон или ролики. Какая разница? Я не могу. Я должна знать. Упс. Ясно. Это не ролики. О, вон идет Гринч. Это пожароопасно. Мне кажется, Элерон совсем съехал с катушек. Слышали, что он сделал с Сантой? Слоняца ведь сделала запрещено. Я не слоняца, я Санта-Клоус. Не нервируй меня, жирный. Знаю я таких, как ты. Целыми днями сидите на заднице и даете пустые обещания детишкам. Ну, все, перри стала. Что? Рон ненавидит Рождество. Да. Привет. Как там псевдо Джонси? Неважно, старик. Это колоссальный стресс. Потому что мама Никки здесь? Используй это в свою пользу. Что ты купил, Никки, на Рождество? Черт, я чувствовал, что что-то забыл. Ничего. Купи ей что-нибудь стоящее, подложи на упаковочный стол и раз, ты опять на коне. А это неплохая мысль, Петлин. Спасибо. Эй, ты что делаешь? Я отдыхаю. Теперь работать еще пять часов. И если я не увижу снеговика там, где должен быть снеговик, денег ты не получишь. Понял? Да, понял. Кейтлин, купи за меня подарок. Нет, ты должен купить его сам, иначе ничего не получится. Миссис Вонг сразу поймет, что его покупал не ты. Но ты же его слышала, не будет снеговика, не будет бабок, не будет бабок, не будет подарка. А если не будет подарка, псевдо-джонсе ждут большие проблемы. Попроси кого-нибудь походить за тебя в костюме часок-другой. Я могу. Серьезно? Да, 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 да. Это же так классно. Ну вот, у тебя там порядок? Да. Нет проблем. Спасибо, Кейтлин, я твой должник. Я не уверена. Не волнуйся, все в порядке. Спасибо. Просто покажите, где вход. Хо-хо-хо! Всех с Новым Годом! Надо разложить подарки по возрасту и по полу. Я думаю, это кукла. Можно мне посмотреть? Да! Видишь, ничего страшного не случилось. Ладно, и хватит. Обещаю. Но я хочу кататься на снеговике! Пожалуйста, не надо. Это случайно не Джонси в костюме снеговика? Ну надо же, так облажаться на глазах у мамы своей девушки. Девочки, кем тут есть незавицы и парни? Конечно же, это же гипермаркет! Настоящий рассадник пары ней! Хорошо, потому что Никки, пора найти себе нового парня. Можно посмотреть? Пожалуйста, пожалуйста. Я уже разрешил тебе открыть три подарка. Пожарная машина Рэд Джонсон с выдвижной лестницей сирены. Неужели их еще выпускают? Когда мне было пять лет, этого подарка я ждал на Хануку больше всего на свете. Но так и не дождался. Жалко. Почему? Все распродали. И вот как-то раз перед праздниками в магазин завезли 50 пожарных машин. Мои родители помчались туда, но в давке не смогли даже приблизиться к прилавку. Мне подарили свитер с зайчиком. Наверное, поэтому я не стал пожарным. Так жалко. Очень хотелось. Ты еще не закончил школу. Можно мне взять ее себе? Нет, Джуд. Это подарок для бездомного мальчика от пяти до восьми лет. Меняю на свитер с зайчиком. Давно выкупил себе такую? Да! Отличная идея! Рэд Джонсон! Я уже бегу! Алло! Старик, я у входа в Альбатрос и Финч. Ты должен это увидеть. Похоже, у нашего горя-копа окончательно съехала крыша. Сейчас буду. Обещаешь больше не открывать подарки? Боже мой! Берегись! Это классика! Живые деревья запрещены. Счастливо. Никки, я хочу тебя кое-чем познакомить. Это Марик. Он работает моделью в Альбатросе, и он согласится с тобой встречаться. Мама, у меня есть парень. Джонси. Ты достойна лучшего. Вот Марик, например, помощник менеджера. Да, и полный придурок. Ты в ковбойской шляпе шлепанцев. В декабре. Я буду твоей девушкой! Я тоже хочу с ним встречаться, ты не честно! Мам, лучше заворачивай подарки, ладно? Хорошо. А как тебе тот милый вулканец, который заходил утром? Дарт? Он не вулканец, а джедай. И он занят. Хорошие парни всегда заняты. Мама, ты же знаешь, что Джонси хороший парень. Я в этом не уверена. Что это значит? Привет, дядка, как? Ты лапал Холли какую-то мамашу и довёл её маленького сына до слёз? Что? Джонси, ты уволен. Что? Это неправда. Кто это сказал? Моя мама. И теперь она ознакомит меня со всеми парнями подряд. Меня вообще там не было. Я покупал тебе подарок. О нет. Кейтлин. Что? Кейтлин была в моём костюме, чтобы меня не уволили. Но и это не помогло. Ты должна объяснить это своей маме. Хорошо, только постарайся не быть слишком... Джонси, хотя бы пару часов. Они не могли кончиться. Извини, пожарная машина всегда на расхват. Этого не может быть. Почему я? Ну почему? Джуд очень расстроился из-за пожарной машины. Может, подаришь ему? Я куплю другой подарок. Я бы рада, но её теперь не найти. У нас тут... ЧП. Ладно, я знаю одно место, где Джуд ещё не был. Что ты наделала? Смотрите, что я купил Никки. Это атлас мира, который помещается в рюкзаке. Она сможет брать его с собой в путешествие. Да, Джонси, ты молодец. Ещё бы, это идеальный подарок. Полезный, нужный, стильный. Что это? Тут же сотни подарков. Я прости, я не удержалась. Придётся их перепаковать. Ты умеешь? Я тоже. Что же нам делать? Я не знаю. Мне надо упаковать свой подарок, а потом найти Кейтлин и прибить её за то, что она лапала какую-то женщину на глазах у мамы Ники. Привет. Ты не видел тут пожарную машину? Слезай. Ты тяжёлый. Нашла. С дороги! Аварийная служба! Эй! Надеюсь, однажды мы используем его вместе с любовью, Джонси. Как мило. Возможно, я была не права. Эдипл, съедобное юстное бельё? Вот извращение! Что? Это мне? Джонси, ты не мог бы подойти ко мне на минутку? Ты открыла мой подарок? Ты купил мне съедобное бельё? Да. Что? Нет. И ты хотел, чтобы его упаковала моя мама? Ты совсем спятил. Минутку. Я купил тебе совсем другой подарок. Я же говорила, ты достойно лучшего. Нашла! Я нашла Джону машину! Это была её идея. Я этого не покупал. Унизительный подарок. Что не покупал? Он ей сразу не понравился. Так, что за шум? Простите, сколько нужно времени, чтобы упаковать 879 подарков? Так нельзя поступать в Рождество! У меня есть право на звонок! Сан-Санта? Вау! Да, уж он и правда ненавидит Рождество. Вы пустите нас отсюда, это не законно! Смотрите, что рождественский гимн? Домой, Эгног. Я не откажусь. Послушайте, я понимаю, что вы ненавидите Рождество и нас, наверное, тоже. Но нам очень нужно выйти отсюда. Сотни гиндишек ждут праздника с подарками, а раздавать их некому. И упаковать тоже. Я чую индейку? Да, я разогреваю индейку в микроволновке. Я сейчас. Отдыхайте. Вам не кажется, что это подозрительно? Немного. За ещё одну Хануку без пожарной машины. Мы хотели дождаться вечера, но, учитывая обстоятельства, сейчас самое время. Счастливой Хануке, Джуд! Это от всех нас. Это же настоящая пожарная машина Рэд Джонсон с выдвижной лестницей и сиреной! Первая появилась в 68-м году с двойной лестницей, 14-ти резиновыми покрышками и сиреной. Отец подарил мне такое на Рождество перед тем, как уйти на войну. Я играл с ней каждый день, и вот однажды летом она катилась, 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 съехала с тротуара, покатилась по пирсу и упала в океан. А там большая белая кула захлопнула свою пасть и уплыла. Это был самый чёрный день в моей жизни! И без того несчастный! Я так страдаю из-за этого. Держи, чувак. Она нужна тебе больше, чем мне. Сыночек, ко мне ещё никто так тепло не относился. Спасибо. Мы свободны. Идите, убирайтесь, живо! Постойте, Рон ненавидит Рождество. Он одинок. Он только и ждал поводу, чтобы нас арестовать. Он арестовал нас, потому что ему не с кем встретить Рождество? А как же фотография? Это не его семья? О боже, эта фотография была вместе с рамкой. Я купила такую же маме. Да, грустно. Я всё слышу. Извините. Вы думаете о том же, о чём и я? Конечно. Неси ещё игнок. Я никогда не был на рождественской вечеринке. Я, как правильно надеюсь, у меня как праздничный вид. Жаль, что мы не успели перепаковать подарки. Когда их не надо распаковывать, не так интересно. Но кто в этом виноват? Все подарки упакованы. Кто мог это сделать? Эльфы? Сюрприз! Мама, это ты сделала? С помощью Кристина и Кирсона, конечно. В конце концов, не так уж плохо, что ты здесь. Эти игрушки имеются сертификат качества. То есть это... Хом-хом-хом. Молодец. Я тебя недооценивала, Джонси. Вы думали, что я лапал какую-то женщину и купил вашей дочери сладкое бельё. Вот, Никки. Мы вычислили, что это твой подарок. Атлас мира. Джонси, какой классный подарок. Ты сам его выбрал? Не сомневайся. Значит, два Джонси всё-таки могут сосуществовать? Ты про это знаешь? Посмотрим. Можно псевдо-джонси поцеловать тебя при маме? Думаю, да. Хом-хом-хом. Счастливых праздников! Хо-хо-хо! Режиссёр Кэррн Лессман. Автор сценария Дженнифер Перч. Автор идеи Дженнифер Перч и Том Могилис. Озвучено по заказу дважды два. Автор答案. Автор субтитров.